В Брестском государственном медицинском колледже все столы приемной комиссии заняты желающими получить образование. Олеся Мишук решила связать свою жизнь с медициной давно, но усиленную подготовку к будущему поступлению начала с 11 класса. Узнав все плюсы и минусы, Олеся твердо решила, что документы будет подавать на перспективную специальность. В колледж пришла с мамой и лучшей подругой. Так меньше волнений. Делится девушка. Это очень интересная специальность и дальше очень расширенный выбор профессий, потому что именно в лечебном деле, как бы фельдшер-акушер, он может быть работать... Вот я спрашивала девочки, выпускались этого колледжа, и они говорили, что можно работать и медсестрой в поликлинике, и на скорой работать, и где-то в санстанции работать. Специалисты приемной комиссии помогали абитуриентам в оформлении документов и консультировали их, развернуто отвечая на все интересующие вопросы. Медицинский колледж предоставляет возможность получить образование по двум специальностям – лечебное и сестринское дело, как на бесплатной основе, так и на платной. К слову, один из весомых плюсов в Брестском государственном медицинском колледже – решение жилищного вопроса стопроцентное. В этом году у нас предоставляется всем абитуриентам стопроцентное заселение в общежитии. Наши абитуриенты, которые к нам поступят, станут нашими студентами, будут заселены в общежитии. В общежитии у нас представлена блочная система, также имеются малосемейки. В каждом блоке есть кухня, там, где есть уже плита и холодильник. Созданы все условия для комфортного проживания наших учащихся. Выпускники Брестского государственного медицинского колледжа всегда находят место работы. В основном трудоустраиваются на территории Бреста и Брестской области. Востребованные специальности предполагают, что сидеть без дела после окончания обучения не удастся никому. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ